Друзья, всем привет! Вы на канале Humble Squad, это Мификл Подкаст. Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, за кадром Леша Стрельцов и Данил Пересторонен. Мы очень вам благодарны за то, что вы ставите лайки, оставляете комментарии, подписывайтесь, смотрите наши ролики. Это очень помогает нам в продвижении, и просто хочется попросить вас делать так же. Все будут довольны. Вы получаете шоу, мы получаем вас и эмоции. Да, выпуск не затягиваю. Айдар Нагуманов сегодня нам рассказывает о чем? Про чудо в Андах. Чудо в Андах, поехали. Что-нибудь слышали про это? Абсолютно ничего. В общем, если кратко, это история про авиакатастрофу, где разбились 45 уругвайцев в горах, посреди снега, посреди скал, и провели там долгие 72 дня. Сегодня речь пойдет про каннибализм. Уж чего тут греха таить. А у нас было, были уже такие персонажи, каннибалы, да? Да, если что. Бакаса, например, пожалуйста. Ссылочка. Мало того, что каннибал, так еще и диктатор. Да. Если не видели, рекомендую. Но сегодня речь пойдет не о излишках, как было у Бакаса, а именно о выживании, в первую очередь. Это всегда интересно. Да. Осень, 1972 год. Самолетик военный был зафрахтован ригбийной командой из Уругвая. Ригбисты из Уругвая. На самом деле хорошая такая достаточно титулованная команда Old Christians, старые христиане. И они должны были лететь в Сантьяго, где должен был пройти у них матч против английской команды Old Boys. Сантьяго это вообще где? В Чили. А, Чили. Да, это в Чили. И они как раз вот через горный хребет Ант должны были лететь. А там есть какое-то правило, что ли, что все ригбийные команды имеют слово Old? Old Boys, Old Christian, да? Видимо. Не знаю. У них какая-то внутренняя сетка была. А Чили, это же вот это. Ты до сих пор не знаешь, Пол же, да? Неизвестно же, Пол, это певица. Женщина уже, наверное. Не факт же. Да нет. Ну, такой тембр. Ну, если певица, значит, женщина. Ну, девушка, вот твое ощущение. Да. Мне кажется, знаешь, почему они... Я сейчас резко опять тоже... Мне кажется, что Old говорят, потому что, как бы, ну, старая команда такая уже проверенная уругвайская. Престижи дает, да? А, надо уточнить, что вот тот самый самолет, на котором они летели, это была консервная банка на крыльях. Потому что каждый третий самолет такой марки разбивался, и в них гибли в этих катастрофах сотни людей. Но команду это не смутило? Это как-то они очень сильно хотели... Полететь, да? Полететь на игру. Завелась, слава богу. С толкача, причем. Нет, подождите, должна же быть очень весомая причина, чтобы у тебя было 66% на то, что ты долетишь. Ну, типа, вы бы в какой ситуации реально сели в такой самолет? Если бы я был уругвайским рэгбистом. И больше ничего тебя в жизни не интересует, кроме рэгби. Ну, причина у них была одна – отсутствие денег. Это был дешевый самолет, дешевый перелет. Не, ну, можно же не играть, допустим, вот конкретно эту игру. Ну, видимо, им было очень важно. Очень, очень важно. Ну, ладно. Да. Командиром воздушного судна был подполковник Лагурара, который только-только стал первым пилотом. Он еще не имел опыта гражданских авиаперевозок. Был до этого летчиком истребителя. А как так получилось, что они на военном самолете полетели? Военные в то время не имели такого хорошего финансирования в Уругвай. И они вот такими… В целом, наверное, как и сейчас. Наверное, да, кстати. Вот. И такими шабашками они были рады подзаработать. И, собственно, поэтому они охотно взялись за такой заказ, так скажем. Они, значит, вот Лагурара первый пилот и второй пилот Феррадос, который уже опытный. Нет, слушай, просто интересно, прапорщики в армии же всегда немножко левачат. Ну, чего? Этот кресло продал на самолете. Бензин сливают. Кресло продалось, бензин сливают, а тут просто типа, ну, давай у нас сегодня, в принципе, дел особо нету. До вечера успеем. Расстраивай самолет. Туда-обратно. Вот. Был второй пилот Феррадос. У него уже большой стаж, 6 тысяч налета, 39 лет полетов и так далее. В общем, на него основные были надежды возложены. Итак, 17 регбистов-пассажиров загружаются в борт вместе со своими родственниками, с командой, с фанатами, врачами, командой и так далее. В общем, их всего было 40 человек плюс 5 человек к экипажам. Уже погода шалила. Достаточно было, что так потряхивало самолет, так будем говорить. Но никого это вообще не смущало. Все такие, мы спортсмены, мы смелые и так далее. Мужской коллектив. Регби же вообще такой спорт, да? Достаточно брутальный. Брутальный, агрессивный. Из-за вот этого, кстати, шторма они сели не в Сантьяго, они сначала приземлились в Аргентине, в Мендосе. И там уже дальше решали, типа, лететь обратно или все-таки пересекать Альпы, вот несмотря на непогоду. Анды. От скала Альпы. Эскала Альпы? Анды, да, Анды. Спустя сутки они переночевали в аэропорту, и было решено лететь. Все-таки пересекать Анды, но немножко изменив маршрут. Там местные летчики посоветовали не напрямую... Это же остановка маршрутчиков просто. Таксисты просто... Братух, ты как полетишь? Да я напрямую думал. Эй. Там же пробка. Там же пробка. Давай по кругу сделай. Да, они решили по совету летчиков лететь через юг. На юге Анды не такие высокие. И там можно уже через город Курико, он уже чилийский город, вот, через него пролететь, и там уже дальше взять курс на север и спокойненько долететь через зеленый луга Чили. Попутным ветром, так сказать. Да, будем так говорить. И плюс к этому еще немножко подутихла погода, и все такие, типа, ну, все ок, нормально, летим. 13 октября 1972 года, это, кстати, была пятница 13-я, да еще и октябрьская. Есть что? Добавите. Ого-го. Вот этого мы от вас и ждали, Рудан. Вот, ребята вылетели в Сантьяго, как раз вот через тот самый маршрут. Командир воздушного судна вышел на связь с аэропортом Сантьяго, чтобы доложить, что Анды позади, и мы разворачиваемся возле Курико, вот, как раз к пункту назначения. Но капитан не знал, что это была роковая ошибка, потому что они ориентировались исключительно на время полета, но не учли очень сильный встречный ветер, и вследствие вот этой ошибки они были не возле Курико, а еще над территорией горного хребта. То есть они были на территории гор. А из-за того, что высокая облачность, большая в смысле облачность, они не видели под собой вот этих гор. Получается, они прям серьезно, что в то время летели и смотрели, ну, грубо говоря, в иллюминатор? Да, да, так и есть. А какая они в смысле? Плюс неопытность вот этого первого пилота. А второй же успал? А второй, видимо, я не знаю, что он делал в это время все. Сказал, а делай, как хочешь, короче. Он, наверное, расстроился, что не его сделали первым пилотом. Типа, у него налета больше. Нервный срыв. О, делай, что хочешь, да? Да. Мне просто как, вот прикиньте, ты летишь в самолете, что там, ну, что там можно увидеть, какие можно дать комментарии? Ну, максимум север, юг, запад, восток. Ну, да. Не, ну, ладно, видно, допустим, условно, что ты горы, ну, пролетел. Не видно. Ты летишь над облаками. А что они тогда могут сказать? Мы пролетели, Анда, просто исходя из скорости и времени? Да. В основном, кстати, в 70-е годы плюс-минус так и ориентировались пилоты, которые летали над облаками. Ну, сейчас же нет такого. Сейчас нет, сейчас бортовой компьютер тебе показывает GPS. Спокойно, можем летать на самолетах. Все равно страшно, да? Все равно страшно, да. Сейчас даже по большей части автопилоты летят, даже пилоты, они там так присутствуют, чтобы на крайний случай. Ну, что бы сказать, да, длиннджернан. Ну, шоу-шоу-шоу-шоу-шоу. 99% полетов именно для этого пилоты и присутствуют в самолете. Они очень хорошо зарабатывают, я слышал. А, ну и для взлета и посадки. Всегда они хорошо заработают. Да. Это очень престижная работа. Ну, правда, но, блин, пилоты же, согласитесь, круто выглядит. Очень круто. Я вот всегда балдел в фильме этот «Поймай меня, если сможешь». О, какой он там классный. Причем у американцев вообще форма пилотов красивая. А у нас тоже крутая, конечно. Я не помню даже, как будет наши пилоты. Я только мимино вспоминаю сейчас. Вроде так себе была форма. Так вот, повторюсь, из-за сильной облачности пилоты не видели горы под самолетом. И в какой-то момент смех и вот это веселое настроение на борту ригбистов, оно сменилось криками. Потому что самолет просел на полторы тысячи метров. Возникла очень сильная турбулентность. Мне очень понравилось, как ты сказал, просел самолет на полторы тысячи метров. На полтора километра просел. Ну, легкая воздушная яма на полтора километра. Вот, всем стало ясно, что происходит что-то страшное. Вскоре в салоне прозвучала аварийная сигнализация, которая предупреждала о возможном столкновении. Самолет попал в циклон и начал резко терять высоту. Пилоты пытались... Как еще говорят, просаживаться. Плавно опускаться вниз. Пилоты попытались поднять его. И в самый последний момент, когда туман рассеялся, они увидели перед собой склон. А в чем техническая неполадка, может быть, какая-то произошла? Турбулентность. Над горами почему нельзя летать? Вы, кстати, над Гималаями по этой причине нельзя летать. Из-за вот этих резких и крутых воздушных хребтов очень большие завихрения воздуха. Поэтому над Гималаями практически никто не летает, летая в обход. И воздух там сильно разряжен. Ну, воздух разряжен везде в целом. А, ну, в целом-то да. 10 тысяч метров, да. Ну, над горами особенно. Вот, но над горами, да. Там именно из-за таких непредсказуемых потоков ветра. То есть они не должны были как бы прям над ними лететь, правильно? Это было не по... В объезд. Да, они должны были огибать вот этот горный хребет, рядышком условно лететь. Аначе они увидят перед собой склон, сильно задирают нос самолета, чтобы как бы не столкнуться с этим склоном. И в результате самолет принял почти вертикальное положение, после чего начал тормозить и трястись. Ну, просто двигатель не выдержали. А что он просто вправо не повернул? Зачем вверх? Там теряется управление. Нет, смотри, скорее всего... Кладешь на бок, в ГТА Сандрос не играл. Нет. Кладешь на бок, самолеты и полетел. Но не было Сандрос еще. Склон. А склон сплошной, вот так вот. И, типа, ты не можешь его облететь в бок. Тебе, наверное, его переводить. Только наверх. Вот. Двигатели, значит, сдали. Сначала пилоты избежали сильного столкновения, лишь слегка зацепившись хвостом. Но второй инцидент стал фатальным. На высоте 4200 метров лайнер задел правым крылом вершину пика. Остался без крыла и без хвоста. Да. Отрезало хвост, и два ряда сидений вырвались из фюзеляжа на улицу. И пассажиры, которые сидели на этих местах, естественно, погибли сразу. Один из рэгбистов закричал, что ослеп. Как оказалось, ему снесло часть черепа. И в живот воткнулась какая-то металлическая конструкция. У него, получается, глаз снесло, что ли, вместе с черепом? Скорее всего. Вот я тоже об этом бы задумался. Но мне кажется, если бы снесло аж до уровня глаз, он бы ничего не смог говорить. То есть просто мозг отказал, короче. Наверное, да. Именно вот ту часть мозга, короче, срвало, которое за глаза отвечает. Да, какой-то нерв, может быть, или прям часть мозга. Ну, в общем, жуть, жуть. И такая жуть творилась по всему салону. Кому-то прям вот кто-то умирал, кто-то получал тяжкие увечья. Кому-то, наоборот, повезло. Я напоминаю, что выпуск называется «Чудо вандах». Теплый, уютный, да, как будто такой выпуск. «Чудо вандах». Читает Айдернгл Бэллс. Адернгл Бэллс. Адернгл Бэллс, ты точно то название придумал? На самом деле, да. Потому что именно под этим, как сказать, названием он числится практически везде, во всех статьях. Кстати, пишите в комментариях, кто не боится летать. Или, наоборот, боится. Вот, самолет рухнул на склон и покатился вниз по снегу, вот, собственно. И в этот раз пассажирам повезло, потому что на пути не оказалось никакой скалы, столкновение с которой убило бы всех. Они, значит, уткнулись носом в снег из-за вот этого резкого торможения, удара, будем так уж говорить. Так как все члены экипажа находились в носовой части, они практически все сразу умерли. Выжившие оказались на высоте 3600 метров. Посреди скал. То есть, весь экипаж, который, грубо говоря, ответственный за военные, там, стюарды. Да. Они все сразу... Ну, там выжил вот этот самый первый пилот. Зараза какая, да? Да. Его очень сильно зажало. И он там... Мы про него еще поговорим. Вот. Но он там недолго протянет. Спасибо за спойлер. А второй пилот умер сразу. Второй пилот, стюарды умерли сразу. В общем, 3600 метров над уровнем моря. Вокруг горные хребты, скалы и никакой надежды на то, чтобы выжить. И впереди долгие 72 дня. Люди, постепенно приходившие из себя, получали еще и дополнительный стресс. Я напоминаю, это уругвайцы, которые в жизни не видели снега. И тем более не были на высоте 3600 метров, где холод. Они же чернявые все еще. Они еще и... Ну, там, кстати, нет. Они... Чернявые все. Брюнеты я имел. Я имел брюнеты. Вот. Разреженный воздух. Невозможно практически. Дышать очень тяжело. Холод и отсутствие вообще любых каких-то запасов пищи. А там вообще хоть какая-то еда есть в теории в андах? Ну, то есть там водятся, наверное, козлы какие-нибудь? Ничего? Вообще ничего. Вообще ничего. Не, ну, в смысле горные вот эти. Теперь водятся. Нет, козлы водятся там, где есть растительность. Козел, блин. Вот там, где они упали... Вот представьте, короче, горный хребет, который вот в середине такая ложбинка. И вокруг вот так вот просто... Ну, чуть ли не отвесные скалы. И вот они вот в этой самой ложбинке, полянке, так будем говорить. Как кратер, да? Ну, условно, да, кратер такой. Вот. Все 72 дня. А что они ели-то тогда вообще? Подожди, я прослушал. Вещи у них были теплые? Практически не было. Практически не было вещей. У них из еды была, была там, по-моему, пара шоколадок, пару плиток шоколада, чуть-чуть снеков. Чуть-чуть. Спортпит, короче. Да, ну вот они то, что взяли на борт похавать с собой, вот это и было. Жесть. Все. А, еще была, по-моему... Курица и рыба еще. Пара бутылок ликера и вина. Проблемы с водой не было. Они... Понятно. Да, растапливали снег. Но вот с едой это было, конечно, жесть. 72 дня, друзья, напоминаю. Сколько? Два месяца и 12... По сути, два с половиной месяца. 13 октября они упали. И в конце декабря их только спасли. Разбились, упали. Многие в этот момент... У многих была эйфория, потому что они выжили. Но вот как раз, когда прошла ревизия... Ну, после таких американских горок, прикиньте, да? Вот реально, что человек испытывает. Сейчас без шуток. Да. Это была жесть. Ну, то есть, как там трясло, как они летели, как они падали. И то есть, ты понимаешь, что ты, ну, типа, на земле, хоть и на снегу. Ты выжил, самое главное. Ты выжил, да. Эту эйфорию на нет. Ой, я, кажется, понял, что будет. Да. Там же холодно. Да. Вот. Тяжелее всего было тем, кто потерял близких. Я напомню, с ними летели родственники. Кто-то потерял мать. Кто-то там брата, близкого друга и так далее, и так далее. Кстати, умер в том числе и врач команды, который мог помочь им. Который мог оказать первую помощь. Слава богу, оказалось так, что двое регбистов в этой команде были студентами медколледжа. Вот. Но это был первый курс. Какие-то минимальные, короче, знания. Абсолютно минимальные, да. Но они, кстати, они прям, если не спасли, то продлили жизнь очень многим. То есть, они там прям без передышки. Там пытались какие-то раны зашить, не зашить, а замотать. Искали какие-то подручные средства, чтобы шину сделать для переломов. Медикаменты искали. Ну, у них там прям времени на передышку вообще не было. Так ты там замерзаешь. Сколько там температура? В момент, когда они упали, было минус 4, а в последующие дни будет минус 40. Да, это горы. Минус 40. Да это еще, типа, ладно минус 40, даже для нас это звучит жесть. А прикинь, это ургвайцы, которые, блин, плюс 20 привыкли все время. Слушайте, 60 грамм. Вот это плюс джетлак, так сказать. Плюс, как это называется, акклиматизация. Да. Она же тоже дает о себе знать. В первую очередь было тяжело, потому что был разреженный воздух. В первую очередь. Он как бы... Нет, пока тут вообще все тяжело. Да, в условиях гор по-другому работают легкие. И вот этот мороз ощущается намного страшнее. Намного жестче. Мне кажется, даже больно дышать там. Говорят, кстати, я не знаю, если есть альпинисты у нас вдруг в подписчиках, отпишитесь. Я слышал, что разреженный воздух, холодный, он обжигает. Да, вот я про что и говорю, я тоже это слышал. Что, типа, легкие колят. Да, колят именно. Нандо Парада, запомните это имя, это один из регбистов, потерял сознание. Он очень сильно ударился головой об переднее сидение, у него очень сильно распукло лицо. И все думали, что он мертв, и положили к трупам. Потом впоследствии оказывается, что это было прям вот хорошо, что так подумали. Потому что его не трогали, ему дали отлежаться, кровоизлияние в мозг прекратилось. Там мозг сам восстановился, и он спустя несколько дней придет в себя и... Слушайте, он несколько дней лежит на улице где-то в трупах. И вот эта как раз минусовая температура... Не пьет, не ест. Он без сознания. Условная кома, так будем говорить, которая как раз таки привела его в чувство благодаря морозу. Я, честно, не разбираюсь в этих всех штуках. Типа, нет худа без добра. В комментариях врачи. Нам тут прям надо человек 10 экспертов, чтобы разобраться, что произошло. Или Рустик все объяснит, что это пятница 13-ая в итоге. Делайте выбор. Вот, из экипажа в живых остался тот самый пилот Лагурара, который его очень сильно зажал, и который прям вот на последнем издыхании пытался помочь как бы пассажирам, которые выжили. Потому что все понимали, что только пилот может, собственно, сказать, где мы разбились, как вообще выйти на связь с Большой Землей. И что делать вообще, да. И что делать, да. Он прошептал только, мы пролетели Курико, но была как раз таки ирония в том, что они не долетели до Курика, и он тем самым ввел их в заблуждение. Он так и не понял, да? Он сам и не знал. Он сам не знал, да. Он искренне пытался помочь людям, которые выжили. Он сам как бы военный. Он понимает вот эту ценность жизни, и как бы что на нем лежит ответственность за вот эти оставшиеся жизни. И он пытался им искренне помочь, но вот он сам, к сожалению, не знал, какую ошибку делает. В итоге в авиакатастрофе погибли 12 человек. Еще пятеро умерли от ран в ближайшие часы. В живых в этот день осталось 28 пассажиров. Из 45 или из 40? Из 45. Ну, если вместе с экипажем. 45 человек, осталось 28. Ну и впереди, естественно, их не ждало ничего хорошего. Поисковый самолет, который мог спасти всех и сразу, прилетел и летал над ними уже на следующий день. В смысле, он их не видел? Да. Они его видели? Они его видели, они пытались подать сигнал, они кричали. Но когда ты летишь на самолете, над андами, вот этот белый фюзеляж разбившегося самолета просто сливается со снегом. А вот эти, ну, условно, люди, да, которые там вот что-то кричат, их, естественно, не слышно из-за шума моторов, и они слишком маленькие, чтобы разглядеть их. Офигеть. Пассажиры даже выложили большой крест из чемоданов, чтобы, ну, какой-то опознавательный сигнал дать. Но и даже это не помогло, потому что слишком все-таки все это сливается, плюс облачность большая. То есть это практически не видно было, это было, ну, бесполезно. Ну, по сути же, это летная зона, да? Там часто пролетают. Это вообще не летная зона была. Не летная. Это над горами же, типа, говорит же, нельзя летать вообще. Да, это очень опасно из-за вот этих турбулентностей и завихрений. Еще больше ужаса они испытали, когда провели вот эту самую ревизию продуктов. Они поняли, что вот эти пары шоколадок и снеков, они на них долго не протянут. И надо как-то что-то пытаться делать. Надо было как-то бороться с морозом. Они в первые дни сожгли все деньги, все горючее, но это очень быстро все закончилось. И они начали уже как-то пытаться, ну, смекалку какую-то проявлять. Они мочились на руки, потому что моча была теплая. Они спали вот друг на друге, чтобы сохранить хоть как-то тепло. Вот. Для них это было первостепенно. Нанда Парада. Помните такого, ребят? Да. Да, которого подумали, что он мертв, и вот отнесли к трупам. Вот. Он пришел в себя через несколько дней после катастрофы. Узнал, что у него умерла мать, что у него вот на глазах умирает сестра. Провел несколько дней, вот ухаживая за ней. Но в итоге и сестру тоже потерял. После этого он отбросил вообще все какие-то мысли о том, ну, что депрессия и прочее, прочее. Такой, так, выживаем, ребят, по полной. Зелен. Суровый, да? Да, а там, как бы, мне кажется, по-другому и нельзя. Нет, ну, понятно, но как-то сложно, короче... Да, после потери, тем более, двух близких людей, это тяжело. Это сто процентов тяжело. А сколько время не прошло? Он очнулся, по-моему, день на шестой или на седьмой. Они уже все сожгли, все, что возможно было. Он еще шесть дней лежал на улице с трупами? На улице. А как он выжил, не могу понять? В смысле, ты же просто там замерзаешь и умираешь, нет? Ну, я так понял, у него замедлились процессы в организме. Типа анабиоза некого? Типа того, да. И вот как раз так это его и спасло, говорят. Вот реально интересно, это вообще, ну, как... Возможно ли такое? Ребят, врачи, отпишитесь. Вот если кто-то знает, реально интересно, напишите, пожалуйста, что думаете по этому. Слово отпишитесь, не говори на канале. Напишите, да. Напишите, хорошо. Пишите в комментариях. Он очень быстро учился, быстро принимал правильные решения и в целом показывал себя очень таким хорошим лидером. На 11-й день из маленького транзистора, который ловил несколько локальных станций, пассажиры печального рейса услышали приговор буквально, потому что диктор сказал, поисковая операция подошла к концу. Сейчас электрики в комментариях тебя просто разорвут. Что? Как на транзистор они ловили какие-то... Хорошо, радиоприемник. Пусть будет так. Нифига ты, блин, деловой. Быстро исправился. Извините, лучше уж за транзистор-то. Извините. А я, подождите, опять же, у них не было возможности... То есть у них была возможность принимать сигнал? Да, но не было возможности отправлять его. Что-то сломалось там что-то? Весь нос этого разбился же. А, блин, точно, точно, точно. Три страны искали. Аргентина, Чили, Уругвай, прочесывали местность, но вот опять же... На 11-й день они объявили, что поиски прекращаются. Да, они никого не смогли найти, потому что фюзеляж сливался со снегом. Все, ну, как бы искали-искали, не нашли, сдались. Некоторое время на багажной полке хранился скудный запас еды. Тут те самые снеки, шоколадки и алкоголь. Вот, люди порционно брали очень маленький кусочек шоколада, перебивались глотком алкоголя, но у всех была одна мысль в голове. А что делать, когда это все кончится? Они перетряхнули вообще весь самолет, вывернули все карманы, потому что, ну, а вдруг у кого-то что-то какая-то крошка еще и осталась. Вспарывали сиденья, надеясь, что найдут какую-то солому. Жевали кожаные ремни чемоданов. Офигеть. Это было очень тяжко. Вот. И в итоге голод стал страшнее холода. А как они грелись-то? Ты сказал, что они сожгли там очень быстро остатки топлива. Да, все, что могло сгореть, они сожгли очень быстро. Это буквально несколько дней всего они продержались. Там же минус 40. Или еще не минус 40. Днем, вот днем, когда там светит солнце, это еще плюс-минус норм. Но холодно было именно по ночам. Они там себе растирали, делали массаж, разгоняли кровь. Вот так говорю же. Били друг друга по лицу, спали вот в большой-большой куче, чтобы согреться. Ну, очень странно. Я вот смотрел фильмы, где нефтяники также попали в аварию в самолете. И в тайге где-то, в общем, выпали. Несколько выжило. Они были зимой одеты по-зимнему. И домерзли. А ты рассказываешь то, что это вообще ругватика. Они там буквально, кстати, налегке поехали, потому что зачем им... То есть в футболке, условно, в минус 4, это уже смерть. Как бы ты ни ложился друг с дружкой рядом. Они очень смекалисто поступили в том плане, что они начали вспарывать сиденья. И поролон, который был в этих сиденьях, они использовали как утеплитель, короче. Но главной проблемой стал голод. И все потихонечку начали понимать, что еда-то рядом. В замороженном состоянии. В замороженном виде. Это трупы их товарищей. Но пересилить себя никто не мог. Потому что Old Christians, это не просто название. Большинство из них были верующими католиками. И вот пойти на этот шаг... Проверка, наверное. ...будойне тяжело. Так или иначе, Нандо, парада, вместе с еще одним рэгбистом сообщили о решении. И первым было решено съесть. Как думаете, кого? Летчика. Он же первый летчик. Первого пилота. Что будет на первое? Первый летчик. Какой ужасный. Звучит ужасно. Первое блюдо нашего сегодняшнего вечера. Логика простая. Он ничей друг, он ничей не родственник. Вот и все. И самолет разбил. Потом уже, когда... Карма. Не, на самом деле, ребят, давайте не будем смеяться для этим просто. Это ужасно. Да, ужасно. Что прикольно было, момент, что... Когда уже после... Тут можно вообще слово присутствовать? Прикольно. В этой истории. Окей. Интересный момент, что после того, как уже их спасли, и когда на них вот обрушился шквал вот журналистов о том, что вы, к небалу, вы ели людей, церковь католическая встала на защиту и оправдала их действия. По одной простой причине. Они говорили, что намеренный отказ от еды, а мясо это все-таки еда, это самоубийство, это более тяжкий грех. В некоторых религиях даже предусматривается, что если для выживания ты что-то делаешь, то это типа не против религии. То есть, условно, в исламе, например, нельзя есть свинину, но если ты там воин, который выживает там где-то, и у тебя больше нечего есть, кроме как свинина, то можно, то это не харам. То есть, я думаю, что в христианстве, наверное, тоже что-то какая-то такая есть. Здесь, да, примерно такая же логика и была. Типа чувакам надо было выжить любой ценой, и церковь это оправдала. И они, кстати, впоследствии практически все говорили, что они не каннибалы, потому что, по их мнению, каннибализм это когда ты ешь убитого, а не умершего. Ну, вообще, кстати, да. Ну, по большому счету. Ну, то есть, они же не убивали этих людей? Нет, они сами никого не убивали. Да. До этого не дошло, да? Нет. А-а-а. Я думал, что... Интересно тогда. Нет, я просто могло дойти чистоте. Нет, 12 человек погибло, и, собственно, хват трупов условно, будем говорить, хватало. Они же их не готовили, да, в сыром виде просто? В сыром виде. Офигеть. А промороженное же мясо можно есть, оно же это... Да можно, да можно, но просто... И ягуты там так и делают, и кушают. Да нет, да можно. На минуточку уругвайцы. Дело даже не в том, что... Как оно приготовлено, дело, собственно, в том, что ты ешь человечину. Вот что самое страшное. В сыром еще и виде. Да. И это чей-то родственник и чей-то друг. Так или иначе, вот этот самый десятый день, когда они начали есть трупы, он изменился. И Эдуардо Страуч и Даниэль Фернандес, это те самые ребята, которые разделывали туши. Там было несколько правил. Во-первых, они не трогали родственников, тех людей, которые еще живы. И во-вторых, было решено, что разделывают и раздают мясо одни и те же люди, и при этом не говорят, чье мясо раздают. Чтобы было, ну, хоть как-то полегче, что ли, вот именно в плане совести. Слушайте, ну, по-моему, это, типа, единственное верное решение, чтобы хоть как-то психологически, ну, типа, было проще... Справиться с этим. Да. Вот. Но... Но звучит... Нет. Мурашки, если честно. Честно, у меня тоже, у меня мурашки. Я когда-то все равно не стыковка. А ты говоришь, 12 человек они съели, да? 12 человек погибло. Ну, вот они всех съели, 12. Да. Ну, нет, там часть выпала из салона еще, когда вот самолет потерял. Ладно, 10. Хорошо, 10. И ты говоришь, 72 дня. Да. 10 человек ели 72 дня. Это десятый день, я тебе скажу. Вот мне интересно... Это только начало. А, ну, так... Не 72, а 62. Не переживай. А, это не за весь период? Нет, вот что. Это первые, ребята. О, мое. Это первые. В общем, они потихонечку ели тела товарищей, но, опять же, вопрос о том, а что будет, когда и они закончатся, он никого не покидал. Но всех спасла, если можно так сказать, сошедшая ночью лавина. И она подвезла им трупы, которые выпали? Нет, 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 нет. Они спали в самолете. Доставка на дом. Вот здесь бы хорошо интеграция нашла. Теливери-лавина. Нет, друзья. Теливери-лавина. Подождите. Вот здесь очень важно сказать, что мы сейчас смеемся не на трагедии этих людей, это скорее больше защитная реакция, ну, потому что, ну, мне реально не по себе. Воспринимать это всерьез очень тяжело, ребят. Да, да. Я надеюсь, вы нас поймете. Да. Не осуждайте, Данила, за смех. В общем, 28 октября, через 15 дней после авиакатастрофы сошла лавина. До этого очень сильный шел снег, несколько дней подряд, не прекращаясь. Но так как среди уругвайцев не было каких-то альпинистов, которые могли, ну, примерно даже прикинуть, что, ребят, скорее всего, скоро будет лавина. Да, они вообще этого не ожидали. Ночью они спали вот в фюзеляже, в котором было, кстати, полно дыр, которые насквозь пронизывалось этим снегом и ветром. В общем, они спали, раздался грохот, и буквально за несколько секунд весь салон заполнился снегом, который, ну, вот знаете, как лавина себя ведет? Пока она, типа, как сказать, течет. Сходит. Сходит, да. Снег очень пластичный, но как только она останавливается, он прям намерто схватывается, как бетон. И, собственно, вот в этом самом бетоне задохнулось еще восемь человек. А в смысле, а часть не фюзеляжа спала на улице, что ли? Они все внутри спали, и вот как раз таки... А кого-то, типа, вытолкнуло, что ли? Нет, они просто под свой снег задохнулись. Кто ближе к выходу лежал, наверное. А, все, я понял. Да, их накрыло снегом, и они вот там задохнулись. И вот эти восемь человек, как бы, полтонны человеческого мяса обеспечивали еще на полтора месяца их. Плюс-минус. Жесть какая. Да. Вот. Итого осталось 19 человек уже. А, кстати, эта лавина, она еще спасла их в том плане, что были жесткие морозы, и вот этот снег хорошо закупорил все вот эти отверстия, через которые вот ветер гулял. Они не могли несколько дней выбраться, просто потому, что, ну, вот застывший снег, они не могли его пробить. Надо было какашку заморозить. Вот как это делается, ребята, инструкция по всплывушке. Вот так представить сложно, да, они и так уже, по сути, замерзшие, уставшие, тут еще снег, еще из него выбраться. Какие ресурсы. Какие сбитые все, ну, типа, после... Я вообще не понимаю, откуда, типа, столько воли к жизни. Ну, видимо, вот человек так устроен, да? Что... Причем, ну, они же, по большей части, спортсмены все там, да, остались. Основная часть, да. Которые, типа, знают, ну, что, типа, надо бить в одну точку, надо... У них, кстати, да. Вот эта спортивная злость, может, она тоже, как бы, имеет место быть. После того, как они, вот, уже все это прошло, многие из них написали мемуары, книги, и один из них делился, что их спасала мысль, которую им вбивал тренер на протяжении всех тренировок. Типа, матч не закончился, пока не было свистка. Да, и вот для них вот это вот все... Типа, до конца играем, короче. Да, играем до конца, типа, пока не умерли. Звонок учитель. Пока либо не умерли, либо не спаслись. Вот, поэтому они там вот все это время в напряжении и борются за жизнь. Ну, вот, спортивный характер здесь, мне кажется, очень много. Ну, потому что ситуация вот в плане выживания, ну, она прям патовая. Да, ну, и спортивную подготовку тоже решают, на самом деле. Потому что вот один из ригбистов делился тоже, что вот он в момент авиакатастрофы весил 80 килограммов, а под конец уже 50. Типа, ну, вот это вот именно физическая подготовка его спасла. Спустя несколько дней, когда Ананда Парадо выбрался из фюзеляжа, у него была новая цель. Он жаждал как можно скорее разыскать помощь, пусть даже рискуя жизнью. Он понимал, что никто за ними уже не придет, и если они сами не выберутся, никто их уже не спасет. Он уговорил пойти с ним в первую долгую разведку Роберто Канессу и Антонио Визентино. Это тоже два игрока ригбийной команды. Путешественники взяли с собой много одежды и человеческого мяса в дорогу. Жесть какая. Прикинь, их снаряжали же вот. Это было вообще капец. Вот, троица отправилась на запад. Вскоре они обнаружили хвост самолета, внутри которого нашлась еда. Но это просто пара плиток шоколада и заплесневелые бутерброды. Как они там заплесневели в холоде? Вот не знаю, кстати. Написано, что заплесневелые были. Там же они переночевали, и когда двинулись дальше, то едва не погибли от резкого снижения температуры. Они чуть не замерзли. Было решено возвращаться, идти обратно. Это, по-моему, заняло три дня, что ли. Вот, типа, они день шли, день переночевали, и день обратно. Вот. Все это время в лагере умирали люди от инфекции, переломов, гангрен, голода. То есть там проблем тоже хватало. Трупы очень быстро заканчивались, и люди уже начали есть то, что раньше считалось несъедобным. Легкие, серое вещество, костный мозг. Вот такие уже пошли в этот вход. Ну, понятно, короче. Там уже, видимо, моральные вот эти границы немножко подстерлись. Да, они говорят, что, типа, самым тяжелым был первый кусок, а потом это стало обыденностью. Было решено идти в новый поход. 12 декабря те же трое двинулись в путь. На кону стояла жизнь 16 человек. Путешественники вновь выбрали западное направление, где, как они думали, были зеленые луга Чили. И это было правильное направление, потому что если бы они пошли на восток, в сторону Аргентины, то точно не выжили бы, потому что ближайшее поселение там было в 100 километрах от них. А до Чили сколько было? До Чили в итоге они пройдут 60 километров. Через горные хребты. Нет, вот вроде это звучит много, но по факту как будто все равно реально, да, пройти это? Реально. Терпимо еще, да. Но надо понимать, что это не... Идешь по снегу, по колено. Ты не по равнине идешь, да. Ты идешь 60 километров в гору с горы, в гору с горы. И... Без спецоборудования. И еще и не знаю куда. Непонятно в какой одежде, да? Не забываем? Да. И мы не забываем, что они не знают, как долго им предстоит это идти. Это тоже очень сильно давит. А это как будто в три раза дольше идти, да, когда не знаешь? Да. Сколько? Они просто молча направились к склону горы, но когда они поднимались, то видели перед собой очередную гору, и вот эти бесконечно горные хребты повторялись, повторялись и повторялись, и было непонятно, вот опять же говорю, как долго они будут идти. Однажды перед ними возникла 700-метровая стена изо льда и снега, уходившая под откосом вот в 45 градусов. Вот. И просто форсировать ее было невозможно. И тогда они придумали, что... Они взяли с собой, получается, какую-то металлическую, ну, трость, условно, да, будем говорить, на которой выбивали ступеньки. И так как это вот было, ну, достаточно тяжелым муторым занятием, которое требовало прям сосредоточения, в один момент один из путников сказал, блин, Нанда, я вижу там протоптанную дорогу, но Нанда был настолько, типа, увлечен и, типа, сосредоточен, сказал, тебе показалось. А на самом деле не показалось. Там реально... Реально было? Да, потом оказалось, что там реально была дорога, но они ее проигнорировали и пошли дальше. То есть они 700 метров, грубо говоря, в гору долбили по ступеньке. Да. Офигеть. Это было жестко. Откуда силы? Объясните мне. Не, без понятия вообще. Я их все равно представляю в шортах, в тапках. Да, я почему-то тоже представляю их в футболках каких-то, ну, типа. Не, ну, они там все-таки... Когда ты летишь куда-то, ты все равно какой-то плюс-минус верхнюю одежду берешь. Рубашка. Ну, не рубашка, но, может, спортивная, да, какая-то спортивный костюм. Но обувь точно не зимняя. Обувь точно не зимняя. Они ее обматывали, говорю, тем самым поролоном из сидений. Ну, понятно. Жесть вообще. Но, тем не менее, говорили они, что ночью эта обувь задубивала. И они с утра, им приходилось, типа, пару часов ждать, пока, ну, на солнышке это все дело отогреется. Хоть немножко, да. Ты сидишь босиком и ждешь. Нет комментариев даже еще. Напомню, это уже декабрь. Поднявшись на очередную вершину, путники поняли, что они совсем далеко от Курика. И пилот их невольно обманул. Вот только сейчас они понимают, что они не там, где все это время думали. Но зато внизу просматривалась долина, по которой можно было уже поискать людей. Понять, короче, куда идти. Нет, там уже можно было людей прямо искать. Вот она была, ну, как будто бы обитаемая. Они решили отправить одного из путешественников назад. По задумке он оставлял часть припасов. И выбор пал на Антонио, которому должно было хватить совсем немного еды. Он был самый крепкий из них. И вот это обратное путешествие, чтобы сообщить новости и так далее. А что, зачем? Ну, вот сообщить новости о том, чтобы, ну, условно, дать надежду хотя бы. И плюс еды на троих оставалось мало. А если бы он отдал часть пайка своего, то уже как бы, ну, какая-то надежда была. Да, то есть он без еды должен был обратно возвращаться. Он совсем немножко себя оставлял. Вот. Очень авантюрно, да? Вот как тут можно согласиться? Согласен. Не, на самом деле Антонио на тот момент обрадовался, потому что путь назад он уже знал. И знал, что его предстоит. А что было впереди, было вообще непонятно. Ну, ладно, допустим. Они шли вот до этого момента три дня, отправили Антонио назад, но они не знали, что впереди еще целая неделя. Идти неделю еще? Да. Но, когда они начали спускаться с этого склона горы... Через неделю. Неделю спустя? Нет, это вот сразу, сразу поставки. Они разошлись и сразу... И сразу пошли вниз. И что-то произошло, так? Воздух начал немного прогреваться. Нанда и Роберто уже не так беспокоились о холоде. Но появилась новая угроза. Из-за плюсовой температуры начало портиться мясо. И их паек. На следующий же день путники увидели первую растительность. Снег помаленьку уступал. И позже парни набрели на водоем и даже наткнулись на корову. То есть они уже понимали, что тут где-то есть люди. Да, это точно. Это уже прям очень... Причем очень близко должно быть. Да. За 10 суток Нанда с Роберто прошли примерно 60 километров, пока не вышли к реке. То есть после того, как они разошлись, еще 10 суток прошло? Нет, это всего 10 суток. А, всего в общем. Вот неделю как раз они пытались, искали людей. Они, значит, набредают на реку, на противоположном берегу которой сидел на лошади чилийский Хуасо. Это типа ковбой, короче. Он посмотрел в их сторону, услышав крики. Но из-за бурного течения пастух ничего не расслышал и скрылся из вида, выкрикнув слово, которое путники разобрали, как «завтра». Просто он увидел такое? А они знали чилийский язык? А, видимо, там на португальском все, кстати, по-моему, говорят, если не ошибаюсь. Это был уже 70-й день после авиакатастрофы. Утром они увидели того же человека, они переночевали. Вот, проснулись. Утром вот этот чилийский пастух там что-то костер какой-то развел и так далее. И пастух им перекидывает, получается, камень, в который завернул, вернее, бумагу, вот завернул в него камень, карандашик. Типа, давайте пообщаемся, что вы за чуваки такие? Они выглядят, ну, явно не как местные. Ну, выглядят они, наверное, не очень. Да, выглядели очень, очень даже не очень. Те написали, что вот ситуация, что нас там 19 человек, 16 человек вообще в плохом состоянии, мы 70 дней уже без еды, без ничего, спасите, вообще мы где? Чувак сказал, типа, ждите здесь, я за помощью, перекинул там, по-моему, хлеб, пару кусков сыра, типа, ждите здесь, никуда не уходите, я за помощью. В итоге он в течение нескольких часов добирался до ближайшего военного гарнизона на лошади. Оттуда уже к чувакам приехали военные, спасли вот этих двоих и привезли их на базу и начали расспрашивать, типа, где, кого, как, кого спасать, куда лететь. То есть в этот момент до путников обратно доходит тот самый Антонио. Он все-таки дошел. Обратно, да, до лагеря. Ты уже раз в пять умер, наверное. Нет, я не думал, что он дойдет. До лагеря добирается Антонио, рассказывает, какой был тяжелый путь. То есть он три дня обратно шел, тоже так же три дня? Да, три дня. То есть, получается, те еще как бы в пути. Да. То есть он пришел, все, сошлась. Временная линия сошлась, да. Да, просто. Вот, да, на момент, когда он пришел, ребята еще никого не нашли. Вот, рассказывают все эти новости, что там впереди хребты, горы, давины, непонятно вообще что. И уже просто в последней надежде включают, спустя несколько дней, радиоприемник. И уругвайский посол говорит, что Роберто и Нанда живы, их спасли. И сейчас объявляется новая поисковая миссия. И это было просто, ну, счастье, эйфория и так далее. В итоге они прилетают на двух вертолетах. Нанда прям показывает, куда лететь. Забирают семерых, потому что больше не могут поднять. Семеры еще остаются, переживают еще одну ночь. Ну, им, наверное, уж еды хотя бы и там каких-то, не знаю. Им дали еды или спасателей. Там еда и спасатели остались. Вот. Ну, на следующий день забирают всех, и все в итоге спаслись. Сколько? А? Сколько человек спаслись? 19. Нет, нет, ты же говорил, что там... Ой, или 16. 16, да. 16 человек спаслись в итоге. И позже один из тех самых ригбистов вновь начал играть в ригби. И даже завоевал несколько чемпионских титулов. А остальные очень часто принимали участие в агитации за донорство органов. Типа, они говорили, что мы пошли на сделку с судьбой, и это ваш шанс тоже помочь другим людям. Ну, типа, очень логично, да? По сути, им это спасло жизнь. По сути, ну, они ели мертвых людей. Ну, если уж такую прям параллель проводить, ну, органы погибшего человека, они же тоже продляют кому-то жизнь. Спасают даже некоторых? Спасают, да. То есть они, типа, подписали то, что после их смерти можно их органы забрать? Нет, они, типа, стали выступать, я так понимаю. Агитировать. Да, а не агитировать за то, чтобы после смерти... Тогда же в 70-х же были эти, ну, там, типа, церковь выступала против, там, еще там. Ну, то есть, в принципе-то это, как бы, ну, моральная дилемма, да? Да, больше эпическая. Были мы правы, но все логично. Фильм не сняли еще? Сняли несколько документалок. Документалок? А я вам, знаете, что хочу сказать? Я недавно посмотрел сериал «Шершни». Вот вы смеетесь? Короче, я рассказываю. Я пацанам месяца два назад про него сказал. Еще про этот выпуск даже ничего не было известно. Но в чем там за мут? Там футбольная команда девочек, ну, условно, десятиклассник, одиннадцатиклассниц американских, они летят на игру и терпят крушение. В горах? В горах. Ну, не в снежных, но практически. Там вот во втором сезоне зима начнется. Они рассказывают. Да нет, я просто объясняю, в чем суть. Мне сам сериал такой, ну, типа, средненький, на самом деле, но мне мысль основная понравилась. Очень похожая ситуация. Там тоже спортивная команда, они терпят крушение, и там, короче, под конец начинается каннибализм. Да, ну, я знаю точно, что несколько документалок сняты, и, возможно, да, вот художественные фильмы тоже. Я думаю, что вполне возможно, что они этим вдохновлялись. Но я просто когда смотрел, я, ну, вот про этих девочек-футболисток, да, я вспоминал книгу «Повелитель мух», где тоже мальчики там потерпели крушение и, ну, выживали. Вот, и мне показалось, что, ну, от лица создателей было очень круто заменить мальчиков на девочек, потому что мне кажется, что вот я слушал историю Айдара, и что мужики, рогбисты, они как будто суперорганизованные. Такие, все, надо идти, надо этот, мы здесь там, ну, типа, принимаем вот такие сложные решения. Но там были не только мужики, там были еще и... Не, ну, понятно, но я думаю, что решения там принимали... Вот ни грамма сексизма нету, но просто, я имею в виду, как художественное произведение, ты смотришь на этих девочек, и у них там шиза на третий день начинается. Ну, то есть, там суперстрессовая ситуация, и не то, что как бы это женщина, а то, что это девочки, еще и подростки, и они еще и в такой ужасной ситуации, и ты такой, блин, ну это жутко. Намного страшнее смотреть про девчонок, чем про пацанов, вот о чем мысль. А есть желание, хочется помочь, нет? Вот смотришь этот сериал. Как типа девчонки, ну что там вообще? Не, ну, естественно, хочется помочь, но ты видишь, грубо говоря, как они быстро переходят на темную сторону. А там по-другому и никогда не получится, мне кажется. Ну да, да. Ну, как бы тоже здесь надо понимать, что пацанам под 19-20 лет. Ну тоже, да, верно. Ну, молодые еще совсем. Ну, мне кажется, что в смысле девчонки в этом плане вот в такой ситуации. Ну, им потяжелее, конечно. Им явно потяжелее и психологически, и в целом. Ну, история, конечно, очень интересная и любопытная, да? Мне прям хочется посмотреть интервью для очевидцев событий. Ну, нам было интересно. Я уже захотел прям книгу прочитать что-нибудь, ведь, ну, которые... Называется «Чудо в Андах», ребят. Она есть в открытом доступе. Можете почитать там вот эти самые участники этих событий. Делятся своими впечатлениями, переживаниями о том, как они это все вообще, как выжили в этих условиях и как сложилась их судьба после уже. Вот это, кстати, интересно. Да, можете почитать. Будем заканчивать, прощаться. Рустам Хакимов, Леша Стрельцов, Айдар Нагуманов, Данил Пересторонин, Мификал Подкаст. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова